слышите слышите хорошо отлично еще раз всем доброе утро у кого-то добрый день сегодня мы с вами говорим о турции и конкретно сегодня поговорим о егейском побережье турции о курорте таламан если мы говорим о егейском побережье то мы представляем совсем другую турцию очень отличающийся от анталийского побережья егейское побережье представляет собой большое количество бухт заливов островков егейское побережье это очень красивая очень красивый регион турции с бирюзовым морем хвойными лесами и чистейшим воздухом очень зря многие турагентства не предлагают данный регион а все-таки по привычке отправляют наших туристов на анталийское побережье это очень зря потому что егейское побережье это что-то новое это очень красивое побережье и конечно же отели которые мы в том числе предлагаем здесь они достойные и подходят абсолютно различным категориям туристов здесь есть конечно же и делюкс отели для взыскательных туристов но намного больше отелей для бюджетного туристов как для молодежи так и для семей с детьми наша полетная программа представлена двумя рейсами авиакомпании уральские авиалинии вылетающие из домодедово и авиакомпании азуры рейсы поставлены вплоть до конца октября практически и вылетают ежедневно из москвы если мы говорим именно с москвы совсем недавно мы продлили акцию мир хаба турция которая позволяет вам получить дополнительную комиссию 11 уже либо 12 процентов зависимости от забронированного вами отеля более подробную информацию вы можете на сайте ознакомиться со списком отелей которые участвуют в акции с повышенной комиссии наши гарантированные эксклюзивные отели по курорту доломан отображены на данном слайде большую часть из которых мы сегодня будем с вами разбирать и а мы начнем знакомства с айгейским побережьем турции самого известного курорта самого активного курорта курорт который я уверена многие из вас конечно же знают с ним знакомы туристов отправляли или может быть даже сами были это курорт марморис марморис у всех на слуху конечно же и все вы знаете что марморис курорт идеально подходящий для бюджетного и молодежного отдыха в основном здесь гостиницы сосредоточены три-четыре звезды есть и пятизвездочные гостиницы их в последние годы стало появляться больше но немножко необычное именно построение отеля если мы говорим о пяти звездах как правило они располагаются на второй либо на третьей линии а на прибрежной части как раз таки находится гостиницы три-четыре звезды до марморис относительно аэропорта до ломан мы трансферимся порядка двух двух с половиной часов дорога будет серпантинная для тех кто очень плохо переносит вот такую такого вида дорогу конечно же стоит таблетку будет выпивать потому что серпантин здесь достаточно активный по километражу относительно аэропорта прилета до центральной части марморис около 90 километров если вы обратите внимание на слайд вы увидите что марморис представляет собой бухту и бухта достаточно закрытая она обрамлена горами это значит что здесь практически не бывает волн они бывают очень очень редко если мы говорим о пляжах то как во всей турции пляжи муниципальные и лишь немногие гостиницы имеют свои собственные участки на городском пляже но нужно понимать что у мармориса достаточно узкая пляжная полоса это значит что даже если у гостиницы будет свой пляж то как правило это три-четыре ряда шезлонгов и зонтиков соответственно и небольшое количество это нужно понимать главной достопримечательностью мармориса сейчас текущий период и как много лет назад является его набережная которая как раз таки имеет в длину порядка восьми километров набережная излюбленное место наших туристов используется она у нас только для прогулок но и для утренних пробежек ну и конечно же вечером она наиболее активная если мы говорим о непосредственно бар стрит чем марморис знаменит сейчас в текущее наше время в которой мы сейчас проживаем бар стрита не работает поэтому все активности можно найти лишь за территории отеля в ресторанах барах которых большое количество сосредоточено как в центральной части города так и на набережной либо непосредственно в отеле где проживают ваши туристы чем еще можно заняться в марморисе здесь конечно же хорошо развит шоппинг есть рынок в старой части города есть торговые центры с европейскими и с турецкими марками есть большие супермаркеты есть мигр всем известный есть два аквапарка и огромное количество велодорожек велосипедный спорт можно так сказать очень развит в марморисе действительно кататься на велосипеде здесь одно удовольствие не только для класс наших туристов но и в принципе для удобства потому что несколько лет назад марморисе практически большая часть города была оборудована специальными велодорожками которые даже подсвечиваются вечернее время поэтому кататься на велосипедах исследовать эти прекрасные уголки данного региона это одно удовольствие также в старой части города есть марина который тоже наши гости могут гулять по вечерам и может быть заходить в различные бары кафе рестораны и отведать местную кухню бар стрит сейчас не работает в марморисе конечно как я ранее сказала сосредоточено большое количество именно бюджетных гостиниц но а есть в том числе и пятизвездочные гостиницы мы начнем знакомство с отеля фанэнсан смарт в окс резорт это первый отель на эгейском побережье который у нас имеет концепцию фанэнсан смарт если мы говорим о концепции смарт в турции то наших гостей ждет комфортная территория пусть и небольшая как данной гостинице она достаточно компактная система смартфуд всегда натуральный вкусный кофе номера все сделанные стиле смарт и все отели у нас эко-френдли также в каждом номере во всех отелях концепции фанэнсан смарт у нас всегда есть брендированные тапочки чайные наборы наборы для душа работает детский клуб тукан работает у нас шесть дней в неделю также есть бар пивной есть фирменный стритфуд конечно же это донор если мы говорим о турции и всегда работает пекарня со свежей выпечкой и натуральным кофе ну и кроме того фанэнсан смарт это еще и программа анимации как для взрослых так и для детей концепция фанэнсан смарт начинает работать как и детский клуб тукан уже с 1 июля то есть вчера был первый день работы концепции и поскольку ранее возможно вы этот отель знали после того как отель перешел в концепцию фанэнсан смарт конечно же здесь появилась новая инфраструктура здесь появилась пекарня здесь появился пивной бар полностью был переоборудован детский клуб тукан и появился как раз таки снэк бар где можно отведать местный турецкий донор абсолютно бесплатно кроме того был произведен косметический ремонт всей инфраструктуры и конечно же было сделано новое оформление номеров в стиле фанэнсан такие светлые и яркие номера с желтыми акцентами относительно того где располагается данный отель как я ранее говорила пятизвездочные отели в большей своей части если мы говорим о мармарисе располагается на второй третьей линии и фанэнсан смарт вокс резорт не исключение отель располагается примерно в полутора километрах от пляжа в очень спокойном тихом месте неподалеку как раз от гористой части мармарис практически практически этот отель стоит у самой горы по поводу того как добираются наши туристы до пляжа они набираются на шаттли ну либо пешком чаще конечно же наш шаттли который курсирует несколько раз в день у отеля имеется собственный участок на муниципальном пляже а это значит что зонтики шезлонги для наших гостей предоставляются бесплатно отель смело можем рекомендовать для активных туристов для туристов с детьми здесь есть все самые необходимые конечно же нас наш классный детский мини клуб тукан анимация на русском языке все 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 что нужно вашим детишкам и детишкам ваш ваших туристов ну и конечно же небольшой аквапарк который составляет две водные горки тоже один из плюсов данной гостиницы следующая гостиница лолила блюд блю с ютс хотел это бывший колемчих хотел возможно вы помните эту гостиницу именно под этим названием гостиница категории пять звезд располагается на первой береговой линии на второй прошу прощения береговой линии в двухстах метрах относительно пляжа у гостиницы свой собственный пляж здесь пляж достаточно большой обратите внимание на слайд а большое количество зонтиков и шезлонгов размещается отель располагается практически в центре мармариса в шаговой доступности от старой части города от марины от рынка пешком будет до центра примерно около может быть 10-15 минут то есть очень достаточно быстро лолила блю с ютс отличается от многих гостиниц данного курорта потому что эта гостиница обновленная обратите внимание на номерной фон очень действительно современные очень светлые очень приятные номера квадратура небольшая здесь буквально 20-25 квадратных метров если мы говорим о стандартной категории номеров но тем не менее для тех кто любит именно новые гостиницы категории 5 звезд отель очень хороший можно предложить данный вариант здесь не будет активной анимации для детей здесь работает детский бассейн и есть детские кроватки предоставляются детского мини-клуба нет поэтому мы можем данную гостиницу рекомендовать может быть для туристов активных которые будут исследовать ближайшие территории курорта либо для туристов более спокойного отдыха и для туристов с детьми более более взрослых отмечайте себе данную гостиницу именно как новую гостиницу обновленную следующая гостиница очень известная много лет мы ее знаем много туристов сюда отправляем это пинета club hotel категория 4 звезды очень бюджетная гостиница располагающаяся примерно уже в двух с километров от центра мармариса соответственно пешком идти до центра около получаса в зависимости конечно же вот ходьбы наших туристов очень бюджетный вариант с бассейнами со спа-центром относительно цен относительно пляжа располагается в 250 метрах от пляжа у отеля нет своего пляжа соответственно гости могут пользоваться общественным бесплатным пляжем если они хотят взять дополнительное оборудование пожалуйста они могут это сделать отель с простым номерным фондом последняя реновация проводилась 2015 году относительно категории номеров здесь только стандарты 22 квадратных метра максимальное размещение три человека достаточно большая территория для четырех звезд именно мармарис если мы говорим о организовывается трансфер до центральной части города в вечернее время можно рекомендовать именно для бюджетных туристов следующая гостиница она располагается по соседству от пинеты club это пинета парк делюкс категория уже 4 звезды плюс гостиница побольше здесь помимо стандартных номеров есть еще и номера фэмили но номера фэмили также будут однокомнатными как и стандарт они будут лишь немного несколько квадратных метров побольше нежели стандарты здесь уже максимальное размещение будет составлять четыре человека и если мы говорим о номерном фонде кардинально он не будет отличаться от предыдущей гостиницы но тем не менее отель чуть выше по своему уровню здесь также достаточно активный контингент приезжающий ранее из многих стран очень много любит здесь отдыхать именно турецких граждан относительно пляжа примерно такое же расстояние около 200 метров и пляжное оборудование предоставляется также за дополнительную плату можно эти два варианта отмечать как отели для бюджетного отдыха в шаговой доступности от пляжа и неподалеку от центральной части мармориса следующая гостиница лабранда марес марморис бывший гранд язычи марес может быть более известное название для вас очень качественная гостиница действительно пять звезд которая располагается в уникальном месте в парковой зоне в окружении сосен в окружении зелени и в окружении спокойствия и чистого воздуха располагается на берегу моря работает по системе все включено на территории большое количество инфраструктуры территория большая есть бассейн и есть водные горки спа-центр большое количество а лякард ресторанов в лабранда марес марморис можно разместиться как в корпусе эта категория номера стандарт супериор и можно разместить выбрать размещение в двухэтажных бунгало для тех кто любит данный вариант размещения в таком случае номера будут называться бунгало и есть как стандарты так и family 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 здесь двухкомнатные со межкомнатной дверью можно себе отметить прекрасное питание очень разнообразная мясо рыба гарниры свежайшие овощи фрукты сладости все здесь есть в избытке наши туристы лабранда марес марморис очень любят конечно же и уже давно некоторые из них знакомы с данной гостиницей нюансы именно по данной гостинице здесь пляж непосредственно заход в море с платформы либо по понтону который вы также можете видеть на слайде комфортного пологого захода с берега здесь нету это особенность данного именно места вот этой парковой зоны поэтому как такой нюанс вы можете себе отметить для данный для данного отеля следующий отель blocks in family club категория 4 звезды плюс очень яркий такой очень запоминающийся отель который идеально подойдет для семейного отдыха с детьми он располагается практически в центральной части мармориса всего в 800 метрах относительно центра города но данная гостиница удалена относительно пляжа до пляжа порядка 600 метров отель имеет компактную территорию состоит из двух корпусов предлагаются как стандартные номера так и family номера которые состоят из двух спален и гостиной отель был обновлен 2020 году поэтому номера здесь свежие обновленные инфраструктура тоже достаточно приятные несмотря на то что территории практически у гостиницы нет для детей здесь есть открытый бассейн есть площадка проводится мини диска по вечерам и конечно же есть небольшой аквапарк который составляет три водные горки отель работает по питанию все включено и можно смело рекомендовать именно семейным туристам кого не будет смущать расстояние относительно пляжа здесь не организовывается трансфер до пляжа ну либо же бюджетом тоже туристам которые приехали сюда с детишками следующая гостиница vox marmaris beach resort категория 5 звезд это гостиница несмотря на то что относится к региону мармарис она не находится в мармарисе она достаточно удалена от этого региона в 21 21 километре относительно мармарисе располагается этот отель в поселке хе сароню очень спокойное тихое место отель в принципе такой же конечно же очень такой приятный можете посмотреть данный слайд увидеть что такое достаточно современная у него территория идеально идеально подходящая для спокойного отдыха для уединенного отдыха отель работает по концепции 16 плюс соответственно только для взрослых идеально подходит для расслабленного релакс отдыха может быть для свадебного путешествия у отеля собственный пляж первая береговая линия заход песок зонтики шезлонги конечно же предлагаются бесплатно и кроме того так как отель удален относительно центра мармариса здесь предоставляется шаттл бас который ходит до центральной части города мармарис то есть вообще без проблем можно выехать для тех кто хочет более какой-то более какой-то активной жизни активного отдыха походить погулять по набережной по старой части города у туристов всегда будет такая возможность напомню это не сам мармарис это поселок хиса раню относительно того как часто будет ходить трансфер сейчас сложно говорить нужно нету точной информации по расписанию я предполагаю что скорее всего да один не один раз в неделю ну чаще но один раз в день нужно сейчас такие тонкости запрашивать будет непосредственно если это необходимо вам чтобы не было ошибки в информации мы возвращаемся с вами в мармарис и познакомимся с новой гостиницей но не новой но очень популярной тоже это касса марис по призор категория 5 звезд отель располагается на первой береговой линии через променад отель действительно пятизвездочный с компактной территории потому что все таки мы говорим о мармарисе здесь у всех гостиниц территории практически небольшие отель очень хороший очень любим нашими туристами прекрасные номера и очень хорошее питание очень хорошее обслуживание отношения именно к нашим гостям мы данную гостиницу всегда рекомендуем для взрослых туристов для туристов путешествующих свадьб которые едут свадебное путешествие и эта гостиница также подойдет в том числе и для семейного отдыха с детьми здесь есть все самое необходимое относительно центра города немного удалена гостиница это уже три километра относительно центра и если неспешным шагом туристов вечернее время уже когда солнце будет заходить пойдут до центра они наверное будут ходить и около 40 50 минут но набережная в мармарисе прекрасная для тех кто уже был в этом регионе конечно же со мной согласятся гулять по набережной можно бесконечно как правую так и в левую сторону если туристы пойдут в правую сторону они попадут в прекрасный поселок и чмелер даже более красивый нежели мармарис а если они пойдут в левую сторону не как раз таки пойдут до центра мармариса среди большого количества и отелей баров и ресторанов гулять здесь действительно одно удовольствие следующая гостиница и джин парк это три звезды очень бюджетный отель и тоже достаточно популярная гостиница среди активных туристов которые хотят посетить мармарис хотят поехать в турцию и потратить минимальное количество денег и джин парк располагается на второй линии 150 метров от пляжа и в 600 метрах от центральной части города у отеля конечно же нет своего собственного пляжа соответственно пляжное оборудование либо за дополнительную плату либо туристы могут выбрать вообще любой участок где они могут бесплатно на полотенце разместиться любой участок на на данном побережье отель был обновлен 2017 году но тем не менее номерной фонд очень простой и джин парк у нас работает по питанию все включено завтраки обеды ужин по системе шведского стола и работает бар где можно выпить местные напитки алкогольные безалкогольные и и сделать небольшой перекус мы данную гостиницу всегда будем рекомендовать для молодежного отдыха здесь достаточно шумно поэтому с детьми особенно с маленькими детьми наверное лучше сюда не ехать тоже бюджетный вариант размещения но категория выше это отель уже четыре звезды palmea hotel также примерно двух с половиной километров от центра мармарис располагается но чуть подальше от моря palmea hotel вариант уже более обновленный он более современный более спокойный здесь также есть два бассейна есть две небольшие водные горки для тех кто хочет тоже спокойного отдыха без активной анимации конечно же в данной гостинице но бюджетно хотят отдохнуть более современным номерным фондом то можно смело тоже рассмотреть данную гостиницу здесь также ходит трансфер до центральной части города расписание нужно будет уточнять если это необходимо предварительно перед бронированием отель dora beach hotel гостиница 4 звезды располагается на первой береговой линии через променадную через променадную зону через дорогу пешеходную от моря 4 звезды бюджетный вариант размещения особенностью данного отеля является то что здесь есть номера для молодоженов вообще в этой гостинице очень много розового цвета вы видите даже корпус с розовыми с розовым орнаментом пляж есть тоже с розовыми акцентами и номерной фон вот если вы на слайд сейчас посмотрите вы увидите что это номер для молодоженов здесь также вот есть красно-розовые такие элементы интерьера и есть ванна в номере но это номер именно для молодоженов можете рассмотреть такой вариант если туристы хотят бюджетный бюджетный отдых но также гостиница идеально подойдет для семейного отдыха с детьми пожалуйста хороший вариант можно тоже рассмотреть очень приятный по своей стоимости 2 километра центра мармариса пляж через дорогу очень компактная территория но все все необходимое есть конечно же присутствует если мы хотим 5 звезд пляж через дорогу тоже но уровень чуть повыше нежели например предыдущий вариант у нас есть прекрасная гостиница luna beach deluxe категория 5 звезд рекомендую продавать как 4 плюс потому что тоже цена очень хорошая и гостиница достаточно высокого уровня если мы говорим о мармарисе потому что здесь много разных гостиниц конечно luna beach deluxe располагается уже удаленно относительно центра это три километра то есть пешочком если до центра тут нужно будет пройти а если турист не хотят идти в мармарисе как и в соседнем поселке и чмелер очень развиты долмаши турецкие маршрутки оранжевая ходит до и чмелера голубая ходит по мармарис очень быстро очень просто можно добраться в любой конец поэтому проблем с тем с вот этим вот с этой долгой прогулкой может быть для кого-то долго не будет луна beach deluxe питание ультра все включено ориентированы больше на семейный на активный отдых с детьми есть три водные горки есть и детский мини клуб и игровая площадки проводится анимация если туристы едут с детьми в мармарис рассмотрите данный вариант гостиницы потому что действительно и до пляжа недалеко и в достаточно спокойном месте отеля располагается это очень удобно мото премиум мармарис категория 4 звезды плюс отель полностью обновленный прямо новейшая гостиница она не двадцатого года она наверное в девятнадцатом году вот такой облик приобрела для тех кто хочет именно новую свежую гостиницу рассмотрите данный вариант очень удачное месторасположение всего лишь 700 метров от центра мармариса и пляж находится через променад это первая береговая линия на пляж через променад пляж свой собственный зонтики шезлонги бесплатно пожалуйста все для ваших гостей питание ультра все включено питание превосходное вообще вообще супер питание категории пять звезд поэтому если по бюджету проходит смело можете рекомендовать как для семейного отдыха есть детский мини клуб так и для активных туристов которому необходимо непосредственно близко находиться к центру мармариса следующая гостиница тропикаль она у нас категория 4 звезды плюс и она также ориентирована на отдых для взрослых категория 16 плюс тропикали очень не компактная территория но посмотрите она буквально утопает зелень и здесь очень очень много деревьев очень много кустарников великолепнейшая территория несмотря на то что она небольшая идеально подойдет отель для спокойного отдыха здесь нету анимации она практически отсутствует для спокойного расслабленного отдыха пар очень очень хороший вариант реновация номеров было в 2015 году номера тоже очень светлые очень приятные и собственный пляж следующая гостиница категории 5 звезд очень достойная пятерка которая находится в черте города мармарис на первой переговой линии пляж через променад это ту и блю гранд азор 3 километра от центра мармариса уже достаточно большая территория отличается от других территорий которые мы рассматривали ранее очень красивый отель здесь есть большое количество категорий номеров есть как стандартные номера так и сьют и более повышенной комфортности последняя реновация именно общественных зон таких как лобби бары ресторана бы была в 2020 году то есть отель он обновленный пляж здесь собственный участок на городском пляже зонтики шезлонги и полотенца предлагаются бесплатно кабаны которые есть на пляже уже за дополнительную стоимость на территории один большой бассейн и открытый и есть несколько крытых бассейнов больших и маленьких активно анимационная команда как взрослая так и детская проводятся курсы турецкого языка и различные групповые занятия есть теннисный корт есть мультикорт для игры в баскетбол и волейбол в общем это действительно пятизвездочная гостиница с большой с большой развитой инфраструктурой внутри нее и гости точно не заскучают следующие две гостиницы у нас будут располагаться не в самом марморисе а в соседнем поселке и чмелер и чмелер у нас еще кры более красивые виды имеет нежели марморис и чмелер также отличаются немного своей пляжной линии здесь она шире а море намного чище нежели в самом марморисе и чмелер располагается в 12 километрах относительно центра мармориса до него можно также дойти пешком если гости выйдут на набережную пройдут в правую сторону пойдут в правую сторону они как раз пройдя через парковую зону где будет находиться от лабранда марес попадут в прекрасный и чмелер относительно марморис конечно курорт отличается он более спокойный здесь гостиниц не так много они в основном 4 5 звезд и гостиница очень спокойная для тех кто хочет такого релакса отдыха отдыха с семейного с детьми отдых возрастных туристов и чмелер вообще идеально подойдет опять-таки если туристы не хотят идти 12 километров либо ехать на велосипеде до центра мармориса можно всегда добраться 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 от очмелера на долмаше на турецкой маршрутке здесь у нас как раз располагается отель марти-резорт это категория 5 звезд первая береговая линия особенности здесь точно такая же как в марморис абсолютно все пляжи если они есть у отеля находятся через променадную линию марти-резорт тоже очень красивый отель последняя реновация проводилась 2014 году достаточно простой номерной фонд но отель не за номера да наверно выбирают выбирают за территорию за прекрасное обслуживание и достаточно хорошее питание здесь есть размещение как стандартных номерах так и двухспальных номерах номера есть вплоть до больших до 160 квадратных метров поэтому если есть у вас большая семья то можно рассмотреть данную гостиницу отель работает по системе питания все включено завтраки обеды ужина по системе шведского стола в обеденное время можно съесть мороженое подается выпечка вы многие многие другие варианты перекуса активная анимация все что любят наши туристы в турции акваэробика теннис караоке анимация танцы вечерние вечерние шоу программы все это есть в данной гостинице ну и все что необходимо для детей в том числе присутствует поэтому если хотите семейную гостиницу с активностями можно рассмотреть марте резорт а если гости хотят размещаться в очмелере в спокойном тихом районе наслаждаться прекраснейшими пейзажами вокруг и хотят отель только для взрослых вот следующая гостиница это марте лаперло также категория 5 звезд 8 километров от центра мармариса компактная территория очень ухоженная нам она совсем небольшая но очень красивая территория буквально каждый кустик здесь все подрезано цветочки цветут птички поют собственный пляж через променадную линию да не все включено очень приятные расслабленный отдых в отеле марте лаперло следующий регион который тоже безусловно достоин внимания и находится у нас с ломании это регион с регирме в первую очередь наши туристы выбирают данный данное место по той причине что с регирме располагается всего в 15 минутах езды от аэропорта дала ман напомню что до мармарис мы трансферимся 22 с половиной часа а здесь за 15 минут гости могут очутиться на прекраснейшим пляже с регирме близость к аэропорту это конечно не единственное преимущество данного курорта а второе и вторая его особенность это превосходный многокилометровый песчаный пляж его протяженность около 17 километров пляж с регирме награжден голубым флагом за чистоту и славится тем что именно сюда приплывают огромные черепахи карета карета для того чтобы отложить яйца и если туристы будут в этой гостинице возможно в гостинице данного курорта возможно они как раз таки заметят огороженные участки которые именно для этих черепах и были огорожены сделаны в основном с регирме находится гостиница очень высокого уровня с большими зелеными территориями и как правило все гостиницы ориентированы на семейный отдых а зависимости от гостиницы конечно более активный либо более более спокойный но территории все абсолютно но гостиницы абсолютно все очень достойны мы начнем знакомство с данным курортом с отеля ту и блю с регирме парк категория отеля 5 звезд отель который подойдет абсолютно всем категориям туристов если обратите внимание на слайд увидите что отель располагается в низине между двух холмов и посмотрите какая зеленая действительно густо населенная здесь территория и вам может быть эта гостиница будет знакома как бывший отель и бир отель с регирме парк может быть помните раньше при бир отеле при бир отеле была такая традиция что каждый гость высаживал свое дерево на территории отеля еще и бир отеля и от этого территория гостиница стала конечно еще еще более зеленее кроме того помимо зеленой территории еще одним плюсом данной гостиницы является то что здесь есть размещение как в четырехэтажном основном здании так и во множестве двухэтажных вилл которые идеально подойдут именно для спокойного и уединенного отдыха который конечно очень актуален именно в то время которое мы сейчас пребываем находясь на социально безопасной дистанции относительно множества людей есть множество вариантов размещений в том числе и фэмили номера потому что отель также подходит для семейного отдыха с детьми большое количество а-ля карт ресторанов есть множество бара в том числе бар grabs and go который который всегда есть во всех отелях цепочки ту и блю grabs and go это свежие сэндвичи это сладости это закуски в том числе и веганские соки чай все что необходимо grabs and go работает 24 часа поэтому если у туристов есть возможность если у туристов есть вернее необходимость отправиться может быть на раннюю экскурсию либо они вечером или поздно ночью проголодались всегда можно подойти к этому бару и взять все самое необходимое вам ту и блюзеры гермия парк очень развита анимационная и спортивные программы здесь на территории есть 4 теннисных корта всевозможные занятия водными видами спорта это и бананка но и виндсерфинг здесь также развит велоспорт можно взять велосипед на прокат можно заняться йогой пилатесом или совершить пробежку по побережью гостиница достаточно активная поэтому для тех кто и ищет именно такой вариант отдыха можно смело предлагать а по поводу пляжа пляж здесь песчаный великолепный очень широкий с пологим заходом моря а вижу номеров по поводу стандартной категории номеров по поводу балкона именно надо наверное уточнить если на сайте не полная информация потому что очень сложно запомнить именно все тонкости каждого номера и если на сайте информации нет я думаю нет проблемы чтобы запросить точно чтобы вы знали относительно наличие либо отсутствия балкона я если честно не помню чтобы там не было балконов но лучше конечно же если это очень важно то лучше конечно запросить следующая гостиница также располагается в сарикерме это ту и блю сена бывший то есть инсимар а отель только для взрослых если хотите изысканный отдых для двоих она высочайшего уровня гостиницы смело можете рекомендовать ту и блю сена эта гостиница полностью обновленная располагается в прекраснейшем живописном месте на холме абсолютно из любой точке гостиницы открывается великолепный вид на горы на море и где бы туристы не находились будь то номер ресторан или бассейн отовсюду везде будет прекрасный вид в отеле очень хорошее питание всевозможные а-ля-карт рестораны здесь представлены относительно категории номеров а здесь есть конечно же и повышенная комфортность но если мы говорим о стандартной о минимальной категории номера то большая часть номеров здесь имеет вид на море это очень очень приятно как я уже сказала гостиница располагается на холме что не рекомендовано наверное для размещения гостей именно с ограниченными возможностями перемещаться конечно будет здесь если у туристов есть проблемы с опорным двигательным аппаратом перемещаться здесь по будет тяжеловато потому что территория действительно вот уступками сделано здесь нет корпусного размещения здесь размещение происходит именно в двухэтажных бунгало относительно пляжа пляж располагается у туристов на первой береговой линии но обратите внимание на пляж до него нужно будет спуститься спуститься можно либо по лестнице либо можно спуститься на лифте это тоже возможно поэтому спуск и подъем на пляже это не проблема на пляже есть оборудование бесплатно для наших гостей кроме того здесь находится бар всегда можно перекусить чтобы не подниматься до основного ресторана и также на пляже находится бассейн из натурального камня то есть одна тоже из особенностей данной гостиницы если говорить о анимации она здесь есть не активная например можно заняться йогой стрейчингом можно взять также велосипеда на прокат а вечером здесь играет живая музыка проводится шоу программы но сложно сказать что в этой гостинице здесь активная анимация нет все таки ту и блю сена это отель для релакса отдыха очень качественного отдыха ольга по поводу ту и блю сара герме парк лучше я думаю запросить непосредственно у кураторов по поводу наличия балконов чтобы не ошибиться выборе возможно возможно и есть номера без балконов возможно нет конкретизации если в подборе тура конечно же это никак не указано поэтому если есть варианты в том числе и без балкона как вы говорите что вы на картинке это не видите наверное может быть и не стоит его обещать при продаже именно этой гостиницы чтобы потом туристы не были разочарованы следующая гостиница ту и блю тропикаль смело подойдет для семейных туристов если ту и блю сара герме парк был для всех ту и блю сеном был только для взрослых а вот ту и блю тропикаль это семейный отель на первой береговой линии с очень просторной зеленой территории здесь уже нет никаких холмов нету никаких гор территории здесь равнина большое количество бассейнов прекрасный пляж песчаный мелкогалечный плюс песок плюс мелкая галька питание все включено ориентированная на именно детский отдых обязательно наличие детского буфета всевозможные активности для детей здесь также пла проводятся относительно пляжа здесь есть тоже небольшой нюанс именно в отеле ту и блю тропикаль вход в море достаточно резкий на это обратите внимание примерно после полутора метров уже нужно будет плыть то есть стоять уже не получится потому что глубина достаточно резкая следующий очень популярный курорт если мы говорим о даламане это люденис а люденис располагается примерно в 70 километрах от аэропорта даламан и 16 километрах от региона фетия фетхи по-разному его называют фетхи это как центральные регионы люденис это совсем такая небольшая бухта поселочек относительно если мы говорим о фетхи фетхи это уже регион где живут в том числе и местные жители там тоже находятся отель ну а люденис это такой небольшой небольшой участок для курортного отдыха для пляжного отдыха наших туристов 70 километров от аэропорта время трансфера около полутора-двух часов в зависимости от того какая будет ситуация на дорогах и как туристы будут переносить в том числе серпантин потому что дорога здесь серпантинная фетхи удивительно красивое место и алюдинис и обратите внимание на слайд вы увидите что вода необыкновенно красивого цвета она действительно такая есть ярко-ярко бирюзовая здесь пляж крупногалечный пляж также муниципальный лишь немногие гостиницы имеют свои собственные участки на данном пляже люди низ у нас также обрамлен горами но более высокими как и марморис и гостиница расположена конечно же в большей своей части у подножия этой горы но сейчас все больше гостиницы появляется именно на самой горе откуда открывается конечно же панорамный вид на регион алюдиниса тем не менее большая часть 90 процентов гостиниц имеет очень маленькие территории некоторые практически можно сказать территории не имеет и по поводу пляжа здесь тот пляж который вы видите вот этот вот белоснежная коса это не песок это как раз таки крупная галька это пляж бельчикис здесь достаточно резкий резкий заход в море часто бывают волны и правее мы можем видеть пляж голубая лагуна который является песчаным вход сюда как на территорию национального заповедника составляет 6 турецких лир и пляжное оборудование предлагается за дополнительную плату пляж голубой лагуны наиболее любят конечно же семьи с маленькими детьми потому что во первых это песок а во вторых здесь очень очень сильное мелководье а это значит что температура воды прогревается просто молниеносной и даже вплоть до ноября до декабря месяца уже местные жители купаются в голубой лагуне потому что до сих пор вода остается именно в этом на этом участке пляжа теплой и возможной для купания целом люди низ подойдет больше для уединенного очень спокойного отдыха здесь нету гостиниц наверное с супер активной анимации все-таки больше здесь такие расслабленные релакс гостиницы без анимационной программы ну и какой-то инфраструктуры здесь тоже как таковой баров супер дискотек вообще нету есть рестораны видовые рестораны и очень очень с хорошим видом на крыше рестораны бары барчики это все конечно присутствует но вот как мармарисе бар стрит такого такого нет также люди низ у нас является излюбленным местом для проглайдинга для тех кто хочет полетать это возможно сделав данном регионе стоимость полета от 75 до 100 долларов стоит время в полете около 40 50 минут если хотите полетать и увидеть красоту алюдиниса с высоты птичьего полета насладиться необыкновенно красивым вот этим вот регионом то это конечно же возможно будет сделать именно здесь первая гостиница которой мы поговорим это николас парк категория 4 звезды сразу обращая внимание именно на картинку на слайде гостиница располагается на горе она удалена относительно как раз таки прибрежной линии относительно всей инфраструктуры которые есть в алюденисе 3 километра от центра и 3 километра от пляжа организовывается шаттл который доводит туристов до общественного пляжа соответственно зонтики шезлонги предлагаются за дополнительную плату конечно все все гостиницы которые на горе находятся это уникальные это удивительные гостиницы потому что ну красота необыкновенная как раз таки и закат можно увидеть и рассвет такой дымкой окутываю окутывает утренние часы люди низа и облака которые буквально таки у тебя над головой потому что высота достаточно высокая это очень такое уникальное место но с опять таки со своими тонкостями да это дальность относительно пляжа если туристов предупреждать если они активны если не боятся пешком там например дойти потому что шаттл он ходит не всегда то вообще проблем нету туристы не жалуются если они готовы к этому если об этом не предупреждать то конечно будут и проблемы вообще николас парк отель очень спокойный для тех кто любит релакс отдых для тех кто любит наслаждаться вот этими видами чистейшим воздухом можно смело рекомендовать территории достаточно большая на на территории есть три бассейна есть водная горка есть детская площадка и даже есть футбольное поле очень хорошее питание прекрасный обслуживающий персонал инфраструктуры никакой нету рядом с гостиницей соответственно хотят каких-то более активных может быть развлечений что-то где-то посидеть значит спускаются непосредственно в прибрежную часть и вторая гостиница которая тоже располагается на горе это монас парк отель 5 звезд примерно примерно в том же месте также высоко располагается гостиница но уже категории 5 звезд основные отличия отличаются конечно номерной фонд территория примерно такая же номера современные территория очень приятная и здесь уже организовывается трансфер до пляжа на собственный пляж где оборудование бесплатно предлагается для наших гостей также отель подойдет как для взрослых туристов так и для туристов и детей с прекрасными видами для более спокойного отдыха тоже достаточно достойная гостиница если туристы хотят что-то более бюджетного но тем менее прекрасного все гостиницы люди не соприкрасны я не знаю ни одного ужасного отеля который точно стоит одни рекомендовать туристам в этом регионе каждая гостиница прекрасно они вообще все удивительные на самом деле акденис бич хотел это три звезды очень бюджетная гостиница и сюда наши гости приезжают как уже к бабушке на дачу бабушки в деревню можно так сказать здесь конечно безусловно присутствуют сами хозяева отеля всегда общаются с нашими гостями готовят им кушать проводится мастер-классы по приготовлению турецких лепешек в общем очень хорошее отношение к нашим гостям это 150 метров от пляжа пляжа конечно же своего нету только общественный питание тем не менее все включено достаточно простое здесь не будет огромного шведского стола потому что гостиница маленькая но все будет по-домашнему вкусное свежее и наверное самое главное да это вот отношение именно хозяев обслуживающего персонала к нашим гостям но здесь действительно на высоком уровне следующая гостиница это ликия ботаника бич фан-клаб тоже хочется обратить на нее внимание потому что это хороший вариант для семейного активного отдыха на первой береговой линии в регионе доломан и конкретно если мы говорим о фетхе то есть это уже не а люди низ и это уже не центр фетхи это 17 километров от фетхи до инфраструктуры нужно идти но кости которые в ликия ботаника размещаются ничего не нужно у них уже все на территории гостиницы есть шикарная очень зеленая территория и вы можете видеть что относительно корпусов относительно вот этой вот бассейна всего дорог и как гости пойдут до пляжа они вы видите что там как будто бы лес действительно дорога к пляжу проходят через лес и идти до пляжа наверно около семидесяти минут и это очень нравится нашим туристам которые отдыхают в этой гостинице потому что они идут по тени они идут по свежему воздуху по чистой дорожке и их вообще не напрягает это вот такая особенность данного отеля то есть это можно сказать первая линия но все равно до пляжа нужно будет дойти через небольшой такой лесок идеально подойдет для семейного отдыха с детьми большое количество family номеров здесь на территории есть и аквапарк и проводится активная анимация именно детская и на фламинго да они плавают и зоопарк у них есть и по территории даже животные всевозможные ходят ну конечно же домашние животные которые у которых можно выпустить и за которыми можно безопасно наблюдать в общем супер отель для именно семейного отдыха питания ультра все включено с тоже очень хорошим вариантом размещения очень очень рекомендую именно для семей а вот так быстро и наверное я все рассказала мы с вами разобрали наши основные гарантированные эксклюзивные гостиницы на которые вы конечно хотели бы более внимание ваше обратить поскольку там у нас размещено большее количество номеров и конечно же еще раз хочется вас как это сказать вам сообщить чтобы вы не только туристов отправляли на анталийское побережье турции которую мы все с вами знаем мы с ним знакомо да ну там прекрасно но есть вообще другое и некоторые туристы конечно же будут возвращаться именно на эгейское побережье но действительно удивительное большое количество отелей до отелей в стопе потому что потому что во первых они не очень большие в данном регионе здесь нету по 500 и полторы тысячи номеров как это есть на анталийском побережье все гостиницы очень такие небольшие и некоторые гостиницы особо популярны наконец-то наверное мы вступили в то время когда стали ездить туристы и туда и туда потому что в какой-то период в начале на эгейку вообще есть ехать не хотели вообще не знали никто не мог рассказать об этом регионе и очень рекомендую при возможности конечно же посетить инфо туры на эгейское побережье это доломан бодром чтобы самим собственно влюбиться в данный регион поэтому пожалуйста предлагайте наставляйте туристов показывайте картинки ищите в интернете они действительно очень красивые пейзажи развитая экскурсионная программа помимо конечно же морских экскурсии есть прекрасные экскурсии старая часть города и есть православные экскурсии и экскурсии в том числе для детей все это предлагает нам эгейское побережье творцы вот кто-то был в девяносто седьмом аж году здесь я даже даже боюсь представить насколько здесь все изменилось сейчас потому что мармарис активно застраивается и расширяется сейчас уже очень много гостиница стала появляться и в том числе и новых чего не хватает как раз таки в данном регионе потому что в основном достаточно такие простые отели здесь сосредоточены давайте проведем розыгрыш мой розыгрыш будет посвящен месторасположению одного из отелей которого о котором мы сегодня с вами разговаривали назовите мне в каком поселке располагается отель fox marmaris beach возможно кто-то я вижу уже правильный ответ поэтому поэтому сейчас я его отмотаю и первым правильно ответила земфира это поселок хисараню земфир спасибо вам большое за вашу внимательность хисараню действительно поселок в 21 километре от центральной части мармариса достаточно спокойное место для релакс отдыха для отдыха пар может быть возрастных туристов для тех кто устал от шумного города устал от большого города прекрасное место для отдыха земфир обратите внимание пожалуйста на почту event.marketing собакату и точка ру направьте нам сейчас почту о том что вы верно ответили на вопрос на вебинаре по эгейском побережью мы уже тогда сможем с вами сконтактироваться и объяснить как вы сможете собрать ваш приз коллеги спасибо вам большое за внимание желаю всем отправиться на эгейское побережье турции самое ближайшее время я тоже очень хочу посмотреть как там все изменилось за последние два года прекрасное побережье всегда предлагайте вашим туристам гостиниц очень много да они на 100